В Центральном парке состоялась экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Учащиеся четырёх школ округа принесли вторсырьё на переработку. Подробнее в нашем сюжете. Я пришёл сюда, чтобы спасти дерево. Я принёс сюда книжку, чтобы сдать инкературу. Самый юный участник экологической акции ещё не выговаривает слово «макулатура». Но в свои четыре года Даня осознаёт важность сохранения природы. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» проходит дважды в год. Сегодня в ней приняли участие ученики гимназии номер 1, 44, 56 и 4-го лицея. В прошлом году этот лицей собрал пять тонн вторсырья. У нас 31 человек в классе. Принесли старую бумагу, книги, тетради, чтобы переработать. Не надо тратить лишние деревья. Это, во-первых, кислород наш, срубить дерево. То есть белка может потерять дом. Так же, как и птица может потерять гнездо. По итогам прошлого года городской округ Люберцы собрал более 11 тонн макулатуры. Активное участие принимают у нас предприятия, школы, жители, общественные организации. Мы проводим в школах мастер-классы на предмет раздельного мусора. И данная акция как раз существует для того, чтобы нам спасти лесные массивы. Акция является эко-марафоном. Количество собранной макулатуры переводят в эко-балы. На выигрышные баллы округ получат саженцы деревьев, которые высадят в рамках акции «Лес Победы». Самым активным жителям округа вручат подарки и присвоят звание «Эко-герой». Весенний такой марафон по сдаче макулатуры – это такая добрая советская традиция. И я думаю, что если не ваши родители, то ваши бабушки, дедушки вам рассказывали, как они в свою молодость, свою бытность проходили все эти акции. Круглый год можно сдать вторсырье на пункт приема отходов «Мегабак». Также в рамках акции организован вывоз макулатуры весом более 500 килограмм из общеобразовательных школ. Для спасения одного дерева требуется 60 килограмм макулатуры. На одном гектаре 40-летнего леса прорастает около полутора тысяч деревьев. Для их сохранения требуется существенный объем вторсырья. Чтобы достигнуть такого результата, нужно действовать сообща. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.